То, что происходит сегодня в Чечне, для меня это такой особенный социальный феномен, именно социальный феномен, потому что за такой короткий срок восстановить республику и каждую копейку, которая выделялась, довести до конкретного человека, до конкретного результата, это может не каждый. Можно сколько угодно говорить, вот мы кормим Кавказ и так далее. Я могу вам для примера привести несколько регионов по бюджету сравнимых, дотационных, с той же Чечнёй, но вы увидите, что эффективность вложения, использования средств и доведения до конкретного результата будет совершенно иной. Совершенно иной. И в этом, конечно, заслуга руководства, безусловно. Что касается детей, то в 2010 году, когда мы проверяли все республики Северного Кавказа и Чеченскую республику в том числе, мы же показали ряд проблем очень серьезных. В частности, одной из самых больших проблем было количество детей-инвалидов в Чеченской республике. Оно было выше примерно в 2,5 раза, чем в среднем по России. Пытались разобраться в чем дело. Нам говорили последствия войны, но не только в этом дело, много других особенностей. И при этом не было, например, ни одного реабилитационного центра. После нашей проверки, после наших рекомендаций, обращения к руководству Чеченской республики, был построен один из самых лучших и современных центров реабилитации для детей-инвалидов, который называется «Семейного типа». Потому что там прям с родителями, с семьей проживают. После этого была комиссия Минздрава. Мы просили посмотреть, что все-таки, в чем причина этой инвалидности, что за проблемы. То есть все эти вопросы были решены. Несмотря на заявление, скажем, в 2010 году, что вообще нет сирот, мы тогда нашли 176 детей-сирот, и все эти дети были устроены. Вы знаете, что на сегодняшний день, за последние как минимум 5 лет, ноль отказов от новорожденных в Чеченской республике. Это может быть примером, правда? Может. И к концу года все дети-сироты выявлены, а все равно даже в Чеченской республике дети-сироты выявляются. И в прошлом году порядка 35 детей таких было выявлено. Потому что надо понимать, в республике живут не только чеченцы, там другие народы, так сказать. Есть миграция, и детей, так сказать, так же точно-то и оставляют, их изымают. Но все эти дети к концу года устраиваются в семьи. Остался один интернат, надо оставлять одно интернатное учреждение, которое бы собирало таких детей. Кстати, они там замечательно занимаются все спортом, футбол, бокс, борьба, тяжелоатлетика. То есть у них там досуг занят полностью от и до, 24 часа в сутки заняты дети. Но все устраиваются в семью. Что касается установления чеченскими гражданами из других регионов. У нас сегодня краснодарцы приезжают в Москву детей забирать. В Новгород великие приезжают краснодарцы. Потому что в Краснодаре очень активно идет развитие приемных семей. Серьезные выплаты делает администрация края тем, кто берет детей. Та же самая история и с Чеченской республикой. Поэтому здесь, я думаю, мы не должны ограничиться. Если мы иностранцам разрешаем приезжать, забирать наших детей, почему мы должны республики Северного Кавказа ограничивать? На общем фоне, конечно, благодаря своим традициям, отношениям к семейным ценностям, вообще к понятию семья, конечно, Северный Кавказ выделяется. Потому что там минимальное число выявляемых каждый год детей-сирот. Ну, в Северной Осетии побольше, чем в других республиках, но это всегда в пределах 200 детей максимум. В Дагестане тоже 100 с небольшим. В Карачаево-Черкесии тоже в пределах 100. В Кабардино-Балкарии, в Ингушетии поменьше. Опять же, в силу того, что разные народы живут в республике в любом случае. Поэтому они отличаются тем, что на Кавказе детей любят за то, что они дети. Вот и все.